Ну что же, я всех приветствую, братья, у себя на канале, но перед началом данного ролика, кто не подписан, друзья, обязательно подписывайтесь, если зашло, подержите пальцем вверх. Многих смущает качество камеры, друзья. Да, но этому есть все объяснение. Неделю назад работал, попал под сильный ливень, я это прекрасно понимаю, что качество довольно очень плохое, я не спорю. И телефон как бы намок, как бы. Вот, из-за этого качество камеры и такое хреновое, скажем, да. Ну, друзья, если кто спросит, ну что ты там нормальную камеру себе не купишь? Друзья, я проживаю сейчас в ЛНР на данный момент, и у меня копеечная зарплата, поэтому, поскольку этот YouTube канал мне не приносит, по сути, нулевой доход, да, я не могу это себе позволить, друзья. Вот и все. Вот, поэтому, друзья, в ближайшее время качество, наверное, останется прежним. Как бы, вряд ли я смогу взять хорошую камеру, так как финансы не особо позволяют. Ну, а мы начинаем, друзья. Дэмиан Майя против Белала Мухаммада. И давайте начнем с Дэмиана Майи. Ну, уже ветеран. Сколько Дэмиана Майя? 43 года, да? Да. Классный джитсер Дэмиан Майя провел 38 боев, 28 побед, одержал трижды нокаутом, 14 сабмишином, 11 решением при 10 поражениях, 2 нокаутом, 8 решением. И конкретный спад был заметен с Гейбертом Бернсом. Вообще, у Майя чугунная голова, но Бернс его пробил, как бы, в хлам, да? Вот, из оппозиции Камар Усман, Колби Ковинтон, Тайрон Вудли, Хорхе Маслдаль, Нил Магни. Оппозиция реально топовая, но стоит отмечать, что, конечно же, Дэмиан Майя находится на конкретнейшем спаде, да? Белал Мухаммад, друзья, 21 бой, 18 побед, 4 нокаутом, 13 решением, одно сабмом. При трех поражениях, одно нокаутом, два решения. Из оппозиции я бы отметил Джеффри Нила и Висенте Лукин. Оппозиция, конечно же, довольно неплохая у Белала Мухаммада, но, конечно, она вообще никак не сравнится с оппозицией Дэмианом Майя, да? И тот путь, который прошел, в принципе, он за свою карьеру. Экспертивы, ну, я не знаю, как бы оказал последний поединок с Леоном Эдвардсом, если бы не этот ичок в глаз, скорее всего, Леон Эдвардс, он очень уверенно напирал и забирал. Это говорит о том, что, скорее всего, Белал Мухаммад еще не готов к такой вот серьезной топовой оппозиции, как в лице Леона Эдвардса, это в принципе, да? Но Дэмиан Майя, который находится на спаде и промоушен UFC, скажем так, наверное, какие-то надежды возлагает на Белала Мухаммада, так как, ну, действительно, ветеран на конкретном спаде. И, конечно, он может преподнести сюрпризы, я не спорю, но шансы, шансы, конечно же, здесь в пользу Белала. Это как бы, ну, здесь ничего нельзя сказать. Сколько, если кто спросит, я думаю, примерно шансы 60 на 40. Как молодость, неплохая защита от тейкдаунов, да и Майя уже не тот даже, как он там раньше мог завозить на спину своих оппонентов, проводить невероятные удушки, как бы. Это все уже немного в прошлом, да? Сейчас не такой классный уже и кардио Майя, не такие уже навыки всего возраста, да? Как были в лучшие годы, конечно же. Поэтому, я считаю, здесь, наверное, букмекер правильный, в принципе, плюс-минус котировки выставляет, но все же маловато дают на Белала Мухаммада, 1,5, но это не совсем то, что я хотел увидеть. 1,6, 1,7 было бы, наверное, более справедливым, учитывая последний поединок с Леоном Мэдвардсом, но я думаю, все же неплохо. И моя ставка, чистую победу у Белала Мухаммада, ну, здесь нет смысла забирать. Умайя, несмотря на все, прекрасный держак, Бернс это очень жесткий парень, который и Усмана уронил, что здесь можно говорить. Белала Мухаммада больше работает на очки, так скажем, да? У него всего 4 нокаута, вот, и всего 1 садминшин, да? Поэтому здесь неплохая ставка, друзья, как по мне, победа Белала Мухаммада решением судей за 2,1. Вот это уже можно здесь присмотреться, да, 60 на 40 я также даю этой ставке. Вот, какая еще хорошая ставка? Ну, полный бой, 1,62 неплохо смотрится. Но чисто в теории, если так вот себе, вот прям предположить, что-то чуть ли не на грани фантастики, но этому можно дать небольшой процент. Если вы не хотите тут верить прям Белала Мухаммада, предложу такую ставку, как Дэмиан Майя, победа болевым, удушающим, дисквалификация или отказ соперника за коэффициент 5. Ну, это очень рискованная ставка, как бы, и по процентам я бы дал, ну, процентов 30 от силы, наверное. Но если, и такой вариант не исключается. Но это очень и очень уже вряд ли. Ну, кэфф, конечно, жирный, ничего не сказать. Но там уже посмотрим, как будут поединки. Я лично, скорее всего, заберу победу Белала Мухаммада решением судей за так же неплохой кэфф 2,1, да? 60 на 40, думаю, неплохо здесь смотрится. Вряд ли Белал как-то что-то сможет сделать Дэмиан Майя, да? Вот, ну что ж, у меня были такие мнения на данное противостояние. Выделитесь своим мнением в комментариях. А если кто хочет поддержать мои трудовые старания, все ссылочки будут в описании. До новых встреч, друзья. До новых прогнозов. Субтитры подогнал «Симон»